всем привет огромный привет из канады я сегодня хочу вам рассказать о своих браслетах пандора под одним из моих видео меня спросили если у меня украшение из из пандоры бренда пандора я сказал да у меня есть два браслета и несколько чармов я очень все покажу но сначала вкратце так расскажу что пандора вошла на пик по моему своей популярности лет эдак 7 наверное 8 может 10 даже назад когда ну все просто с ума сходили все сходили с ума все хотели браслет пандора все покупали в больших количествах это было супер-пупер модно и тогда же я их купила у нас в канаде пандора до сих пор очень популярно мне кажется что в мире как-то вот сошла сошла на ней такая популярность сильно популярно сошла но в канаде но до сих пор очень популярна пандора я об этом сужу потому что перед всеми праздниками например перед крисмосом или перед днем матери у нас магазин пандора выстраивается очередь что в принципе даже по моему перед крисмосом туда как-то ограничено пускают людей потому что все очень хотят туда зайти все очень хотят купить этот подарок для своих жён мама сестер возлюбленных у нас среди моих подружек была очень популярна вот эта вот тема дни рождения но в основном дни рождения когда не знаешь что подарить и в общем то всегда эта проблема то мы покупали друг другу вот эти вот шармы или чармы как они у нас чармс как они у нас называются то есть у каждой из нас есть браслет а то и не один и и мы дарили друг другу вот какой-нибудь один или два чарма или скидывали с девчонками покупали несколько и это было очень удобно и очень как бы такое знаете легкое решение для подарка потому что каждый год они выпускали новые чармы и всегда можно было найти какой-то чарм во-первых которого не было еще среди наших подруг ни у кого из нас а во вторых они выпускают тематические значит для дни рождения на новый год на на рождество там на рождение ребенка в общем то на какие-то даты тематические по например по интересам это можно купить например фотокамеру можно купить сумочку маленькую чарму можно купить туфлю можно купить по моему бокал от мартини ну в общем по интересам когда это очень удобно то есть всегда это если вы знаете что у вашей подруги есть браслет это просто вот вы пошли магазин и вы выбрали какой-то чарм который у нее еще нету я вот купила его и у меня появились эти бусины эти чармы я практически каждый день носила эти браслеты у себя на руке а потом перестала ну вот какой-то нас надоело какой-то наступила найти насыщение даже каждый день надеваешь снимаешь значит у меня два вида браслетов один был такой вот мягкий вот такой вот мягкий и один у меня не гнущийся браслет у меня нету очень есть знаете люди покупают и заполняют его полностью чармами есть люди которые надевают один чарм у меня так между между серединка на половинку некоторые заполнены пополам каждый из них а вот этот у меня сделан чисто ли из серебряных чармов а вот этот у меня смесь серебряных и позолоченных я даже не знаю они позолоченные или это просто какой-то металл ну не знаю во всяком случае я знаю что есть чармы золотые золотые они очень дорого стоят а вот эти вот наверно они позолоченные они есть желтого золота розового золота и вот такие вот серебряные есть они с разными камушками есть вот вот такие вот висюльки всякие есть просто бусины круглые в общем я потом их поближе вам сниму и поставлю сбоку покажу чтобы это было видно поближе потому что так не очень удобно конечно надену на руку что хочу сказать некоторые из них у меня не имеет никакого смысла некоторые из них у меня два у меня это моего инициал у меня зовут аня кто не знает то вот здесь вот у меня букачка ты его здесь вот у меня бусина с буквой ты этому тоже дарили теперь что хочу сказать по поводу как эти шармы располагаются на на этой на этом браслете вот вы видите они не двигаются у меня я тоже не сразу об этом поняла что поняла вернее тогда когда я их чуть не потеряла все значит я их надевала вот на этот вот браслет и здесь есть вот это вот застежка замочек и когда вы его снимаете то все эти бусины естественно потому что они довольно свободно так сказать двигаются по браслету то вот все эти бусины они спал спадают вниз потому что с этой стороны вы видите вот вот этот вот застежка такая довольно большая через нее бусина не пройдет а с этой стороны застежка тоненькая и через нее бусина конечно совершенно спокойно может пройти упасть вниз потому что отверстие бусинах довольно большое значит Я потом узнала и поняла, что кроме бусин бренд Пандора продает вот такие вот клипы. Вот видите, вот такая вот штучка. Она имеет такое маленькое отверстие, и она вот так вот защелкивается на этом браслете. То есть она плотно сидит на браслете, и видите, она никуда не двигается. Потому что она так сделана, специально ее размер, ее отверстие, ее дизайн так сделаны, что она никуда не может сдвинуться. Она просто защелкивается на браслете вот таким вот, и мертво не двигается сидит. Если вы поставите с двух сторон эти клипы, то ваши бусины никогда в жизни не упадут с вашего браслета, потому что вы видите, что клипы эти держат бусины, предотвращают их соскальзывание с браслета. В принципе, можно поставить один клип, потому что с этой стороны она не может, не может бусина упасть из-за вот этого вот большого, большого замочка. Но, во-первых, получается несимметрично, а во-вторых, получается, что оно может двигаться до самой застежки вот этой вот, в эту сторону. И, ну, это не очень красиво. Так видите, они посредине вот находятся, эти бусины, они никогда никуда не двигаются. Вот такие же клипы у меня есть и на вот этом вот браслете твердом, который у меня не мягкий браслет, а браслет-кольцо вот такое вот серебряное, которое не двигается, не разгибается. Тоже у меня здесь два клипа с этой стороны, по сторонам каждой вот этой вот группы бусин. И я не знаю почему, но я одной из бусин, которую я купила здесь, одной из первых, вернее, это была серебряная бусина с таким сиреневым камушком вот такого вот цвета. Я люблю сиреневый цвет, не знаю, почему я его купила сиреневый, но, в общем, так получилось. И потом уже я подбирала серебряные бусины, подходящие к этой серебряной бусине. И вот эти вот клипы я купила две, два клипа тоже с маленькими-маленькими сиреневыми камушками, чтобы они подходили к этой вот центральной бусине. Эти, почему я купила такие же сиреневые? Я не помню. Давайте подумаем, сейчас я попытаюсь вспомнить, почему я их тоже купила такие же сиреневые. А, я вспомнила! У меня так получилось, что я, когда купила вот эти вот, вот это был у меня первый браслет, я купила эти два клипа с сиреневыми мелкими бусинами, и один из них у меня потерялся. Вернее, я думала, что он потерялся. И поэтому я пошла купила второй точно такой же, потом он у меня нашелся, и у меня их оказалось три. И для того, чтобы они были уже одинаково и симметричные, я купила такой же четвертый, поскольку уже третий у меня был найден, благополучно найден. И поэтому я купила такой же четвертый. И, в общем-то, вот поэтому они у меня все одинаковые. Но, видите, здесь у меня они разного цвета, они у меня здесь в основном розовое золото, розголд и серебро. Ну, в общем-то, особо ничего это не означает, то, что у меня здесь собрано, это просто какие-то вот красивые бусинки. Я потом вам поближе покажу. Что я вам хочу еще сказать по поводу застежки. Значит, неудобство, неудобство, на мой взгляд, вернее, плюс и минус браслетов Пандоры заключается в том, что вот эта вот застежка, я вам сейчас покажу, как она застегивается. Она, с одной стороны, очень-очень хорошо держится. Ну, вот, кстати, сейчас расскажу вам еще историю. Подождите. Она очень хорошо держится. С другой стороны, ее очень трудно застегивать и расстегивать. Самая большая проблема, это ее, чтобы ее расстегнуть, потому что нужно иметь ногти. Вот просто нужно иметь ногти, чтобы ногтем подеть. Если у вас нет ногтей, вы не сможете ее расстегнуть. Я знаю, что в Пандоре продается специальная такая цеплялка, можно купить для того, чтобы расстегнуть этот браслет, чтобы подцепить вот его вот. Вот здесь вот, где он сходится, вот эту босину, вот здесь вот подцепить и как бы открыть этот замочек. А что хотела рассказать? Вот этот второй браслет мягкий, который я купила после вот этого, значит, первый браслет, который я купила, он у меня был с плохой застежкой. Вернее, я об этом не знала. Я купила, я носила, носила, потом в один прекрасный день я его потеряла. Он у меня упал, просто потому что он сам расстегнулся. Застежка сама расстегнулась, и я, к счастью, нашла его в своей сумке. Просто он расстегнулся и упал у меня в сумку. И я пошла к Пандору. Прошел где-то, наверное, месяца полтора после того, как я его купила. И они мне заменили, без слов, без разговоров. Конечно, я сказала, что он у меня сам расстегивается. И это не окей. И они мне заменили его на другой. Нужно очень старательно подбирать, когда вы покупаете браслет Пандора, нужно покупать его на полразмера больше, чем ваша рука. Потому что, когда он пустой, без бусин, то он, допустим, вам подходит на вашу руку. А когда вы начинаете надевать вот эти бусины, то, естественно, его диаметр внутренний уменьшается. И он, может быть, вам мал. Вот застежка этих браслетов, чтобы застегнуть его, вы, в принципе, должны хорошо-хорошо сильно постараться. То есть здесь вот существует вот этот вот клипс. Я, наверное, может быть, потом сниму поближе, как он застегивается. Потому что здесь вот так вот, в таком ракурсе очень-очень удобно показывать. Я, наверное, потом переверну камеру и покажу вам, как он застегивается и расстегивается. Но я должна сказать, что, в принципе, застежка, с одной стороны, она очень надежная. Она не может расстегнуться. С другой стороны, она очень-очень тяжело расстегивается. Ну и давайте я сейчас его надену и покажу вам, как он выглядит на руке. Ну вот, как я и предполагала, мне пришлось выключить камеру, надеть очки и очень долго возиться с этой застежкой. Тем более, что я их давно не носила, поэтому я потеряла сноровку. Очень-очень удобная застежка. Очень долго и сложно надо его застегивать. Выглядит он вот так вот. Вернее, два браслета. Один выглядит вот таким вот образом, и второй. Обычно я их ношу вместе. Красота спорная. Есть люди, которым очень нравится Пандора, есть люди, которые терпеть не могут эти браслеты, потому что, в принципе, они... Ну, есть в этом что-то детское. Вот такой вот набор таких бусинок, которые, знаете, совершенно разнообразные. Всякие какие хотите. Весюльки, бусинки с камушками, без камушков. В общем, ну вот, похоже немножко на такую детскую погремушку, в принципе, да. Хотя я вам хочу сказать, что последний год, по-моему, вот эти вот детские браслеты очень вошли в моду. Именно вот такие вот сейчас, это прям писк, вот такие вот пластиковые бусины, которые собраны на веревочку, на какую-то вообще там какие-то кубики с буквами. То есть вот это вообще верх дизайна по сравнению с тем, что сейчас вошло в моду. Вот сейчас именно вошли в моду вот именно детские вот такие вот украшения, фенчики какие-то, бисерные украшения, пластиковые с буквами какие-то бусины. В общем, ну, совершенно как бы совсем-совсем не то, что мы... к чему мы привыкли. В принципе, как бы есть люди, которым очень это не нравится. Хайп, по-моему, Пандоры заключался в том, что они были первые, если я не ошибаюсь, кто придумал, что можно купить браслет и потом надевать, покупать на него разные вот эти вот бусины-чармы и как бы делать селф-дизайн. То есть сам себе делаешь как бы дизайн браслета. И, по-моему, вот на этом вот они сильно очень поднялись в свое время, а потом как-то это дело затухло-потухло. Но еще раз повторюсь, у нас в Канаде ничего не потухло, все очень по-прежнему, по-прежнему эти браслеты очень популярны. Насколько я знаю, сейчас Пандора пытается вернуть какую-то свою былую славу, потому что она сильно поутихла. Они придумывают разные другие варианты. У них сейчас появились кожаные браслеты, у них сейчас появились разные кольца, серьги, кулоны. В общем, разные-разные другие вариации их украшений. Не обязательно вот эти вот самые, но браслеты и чармы. Но, конечно, они продолжают их продавать, продолжают каждый год выпускать новые чармы. Их можно заказать онлайн, их можно купить в магазине. У нас есть в каждом практически шопинг-центре у нас есть магазин Пандоры, который у нас обычно стоит перед Рождеством, у нас стоит очередь в два магазина, это Пандора и Тиффани. Ну, кто как бы посостоятельнее, у кого кошелек потолще, те стоят в Тиффани, а у кого кошелек потоньше, то стоит в Пандору. Потому что, в принципе, Пандора у нас не очень дорогой бренд. Ну, как бы он не дешевый, но не очень дорогой. Вполне можно позволить себе купить. По-моему, вот такой вот браслет. Один браслет стоит долларов 70. Они, по-моему, одинаково стоят. И мягкий, и твердый браслет стоят одинаково. Каждый чарм стоит в зависимости от, из чего он сделан. Есть золотые, которые стоят довольно дорого. Есть вот эти вот просто серебряные, есть покрыт с покрытием. И, ну, долларов от 50 до 200, наверное, стоит каждый чарм. То есть, в принципе, можно подобрать и найти на каждый кошелек, на каждый occasion, как у нас это говорят. То есть, на каждый случай, на каждое мероприятие. И, в общем-то, этим-то, в принципе, он людям нравится. Это бренд, я так понимаю. Вот. А на сегодня все. Показала вам свои браслеты. Видео по хвастушке. Похвасталась своими браслетами, которые я, в общем-то, уже особенно не очень ношу. И увидимся с вами в следующем видео. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. С вами была ваша Дита. Пока-пока. Привет из Канады. Увидимся совсем скоро. Пока.